Эта история могла бы не быть, если бы отдыхающие в Индии Кристина и Евгения из Киева не свернули на неосвещенную улицу, на которой услышали душераздирающий плач щенка. Малышке было от силы месяц и становилось понятно, что на улице ей не выжить. Пара незаметно пронесла собаку в отель, но та всячески нарушала спокойствие постояльцев, скуля и воя. Позже выяснилось, что у крохи была вывихнута лапа, ее измучили блохи, клещи и глисты. Спасители дали несчастное имя Чапоти, что на хинде означает «тонкий пресный хлеб», на который она была похожа толщиной и цветом. Пройдя через множество трудностей с лечением Чапоти, Евгения и Кристина поняли, что привязались к ней не смогут отдать ее другим людям. Но вывезти собаку из чужой страны казалось практически невозможным. Несмотря ни на что, невозможное возможно, если очень хочется. Молодые люди начали сбор документов для новой подруги, параллельно с этим возя Чапоти по Индии на поездах с зайцем. А тем временем виза заканчивалась, денег почти не было, а Чапоти была слишком мала для необходимых прививок. Неужели им все-таки придется расстаться? Но Кристина нашла выход, на пешеходной границе между Индией и Непалом, по слухам был не слишком строгий контроль. Семья решилась на свой страх и риск, пересечь ее с собакой и все получилось. Так Чапоти оказалась в Непале. Чапоти подросла, обзавелась нужными документами, а следующей точкой на карте ее приключений стал Таиланд. Теперь Чапоти путешествует по миру со своими хозяевами, которые признаются, что эта встреча была судьбоносной не только для маленькой собачки, но и для них самих. Чапоти не просто собака-путешественница, но и звезда Инстаграма Звездочка, где у юного блогера на данный момент 24,6 тысячи подписчиков, а еще есть страница в Фейсбуке Звездочка. В соцсетях рассказ о приключениях Чапоти ведется от ее лица, что еще больше подкупает аудиторию. Информация на страничках Чапоти несет не только развлекательный, но и полезный характер. Задачей хозяев было не только рассказать миру о своей чудесной находке, но и помочь другим людям путешествовать с животными. Они на этой теме собаку не съели, но спасли. В начале февраля прошли первые лекции и вебинары, а впереди у них много приключений и новых стран. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.